Российские власти всерьез задумались над грамотностью населения. В России появится совет по русскому языку. Как сообщила пресс-служба Кремля, новая структура образована для обеспечения развития защиты и поддержки русского как государственного языка Российской Федерации. В состав совета вошли более 40 человек, среди них представители ведущих, лингвистических институтов, литераторы, сотрудники библиотек. Также образовательные нововведения коснулись и трудовых мигрантов. И, как выяснилось, на вопросы, подготовленные для их тестирования, подчас не могут ответить даже сами россияне. Немалая часть этих людей приезжает к нам в страну абсолютно не имея никакой подготовки. Люди не знают нашего закона, не знают наш язык, имеют очень приблизительное представление о нормах поведения, культурных традициях, которые в обществе есть. У такого подхода, впрочем, есть критики, которые считают планку слишком высокой. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый дворник знал жалеться Алферова в лицо, а таксисты со строителями вели интеллигентные диспуты о вехах правления Ивана Грозного. Но в реальности все может закончиться смутой с документами. Если система будет сложна для мигрантов, это приведет, как всегда, к одному. У нас есть такое ключевое слово – коррупция. Этими документами, сертификатами будут торговать. И еще одно предложение открыть в России, как бы то ни странно звучало, российские культурные центры, где будут налаживать диалог приезжих с незнакомой средой. Закон вступит в силу в 2015 году и уже первые месяцы покажут, какие науки действительно пригодятся гастробайтерам. Продолжение следует...